По Смоленской земле французы шли завоевывать Россию. Здесь соединились две русские армии, что спутало наполеоновские планы. По этой же земле эти захватчики, что остались живы, возвращались обратно. Поэтому назвать роль Смоленска в той войне ключевой не будет преувеличением. Несмотря на количество достопримечательностей, сегодня туристы не особо жалуют Древний Смоленск. В областном туристко-информационном центре уверено, что многие наши проблемы в сфере привлечения гостей связаны с отсутствием инфраструктуры. В то же время в России есть множество городов, которые не могут похвастаться богатейшей историей. Но своим сервисом и придуманными легендами они привлекают в разы больше туристов. Нам здесь даже создавать ничего не надо. Нам нужно просто грамотно провести пиар в Смоленской области, рассказать туристам. Ну и, соответственно, потом обеспечить туристам комфортное пребывание у нас в городе. Но комфортное пребывание не главная цель туристов. Они в первую очередь захотят увидеть памятники, которые возвращают нас к временам войны с Наполеоновской Францией. И сейчас далеко не все они способны вызвать восторг гостей Смоленска. За этой оградой, которую не сразу приметишь, заходя в Лопатинский сад, покоится прах героя. Это могила Антона Антоновича Скалона. Француза по крови, сибиряка по рождению. Генерал-майора, чье соединение 4-5 августа 1812 года сорвало планы неприятеля прорваться к Днепровскому мосту. Скалон был убит, а покоритель Европы, пораженный мужеством российского офицера, лично пришел проститься с генерал-майором. Спасти могилу генерала Скалона от разрушения призван надвигающийся на Смоленск юбилей, в рамках подготовки к которому начались реставрационные работы. Они завершатся осенью. И если бы юбилейные празднования проходили в эти выходные, вероятно, большая часть торжеств пришлась бы на военно-исторические реконструкции. Сейчас в Смоленске готовится к фестивалю, который восстановит события на поле боя Волутина-Лубино-Заболотьи. Несмотря на то, что фестиваль проводится с 2003 года, он пока так и не стал столь же значимым событием, как реконструкция Бородинского сражения, хотя все предпосылки к этому есть. Я надеюсь, что вот эта генеральная репетиция еще раз, в очередной раз продемонстрирует наши возможности, нашу привлекательность. Бойцов уже в этом году значительно больше, чем в предыдущие годы. И по подсчетам любителей, авторитетных любителей, у нас бойцов уже больше бывает, чем на Бородинском поле. Если бы юбилей Отечественной войны 1812 года прошел в эти выходные, он вряд ли бы вошел в летопись Смоленска, как один из самых масштабных праздников. К счастью, история не терпит сослагательного наклонения. И выражение «если бы» здесь неуместно. До юбилея победы над Наполеоном у нас есть ровно один год. Елизавета Хромцова, Денис Петухов, Вести Смоленск.